Вы знаете, у меня хобби такое есть. Я людей раскручиваю. Хобби меня это немного достало. Вместо того, чтобы заплатить сумму достойную мелкого потама, мне за сумму меньшую приходится вас раскручивать. А был-то время другое, когда люди просто платили и было у них все нормально. Эй, люди, вы где? Что же сегодня я раскручиваю? Заправки? Это вряд ли. Заправки сейчас ведут жалкое существование, потому что нормальные люди заправляются газом, а в скором времени будут заправляться электром. К слову, о заправках. Комплекс типа мойка. Да у меня есть одна. Остальные в очередь, причем за деньги. Понятное дело, в этом месте я бы раскрутил любые комплексы по ремонту машин. Но вопрос. Вы крутые? Конечно. Но кто качественно машину-то ремонтирует? А? Качественно. И чтобы его показали. Кстати, место-то в принципе понятное. Северный переход и Московское. У нас места для ремонта машин-то и нет практически. А тут-то все в молчанку играют. А для меня есть место и одно. И это не молчанка. И это место правильное. Место, где вы легко можете поменять лобовое стекло. Место, которое я уже почти 10 лет как пиарю. И место это автостекло у Альберта. Так, вот мне как-то Альберт Павлов говорил. Леш, раскрути мне новое место. И покажи его по компьютерной графике. То есть собери что-то. Я вот так и не понял. Зачем мне нужна компьютерная графика, когда вы и так поймете, где все это место находится. Справа от меня химчистка, польский городок. Слева от меня выезд в сторону Белорецка. И вот это супер-мега место. Автостекло у Альберта. Почему это супер-мега место? Потому что, я вам показывал как-то, да? Было у него несколько мест таких вот. Одно только осталось. Вот. И оно было не сильно большое. Туда можно было заехать на одном автомобиле. Сюда можно заехать на четырех машинах. Раз, два, три. И еще сзади. А там еще много мест. Вот. То есть здесь и склад. Здесь вам порежут триплекс, сталинит. Все что угодно. Даже боковые стекла вырежут. И это сделано исключительно для магнитогорцев. То есть вы понимаете теперь, да? Альберт, это мужчина из магнитки. И мужчина из магнитки работает и для вас. То есть я сюда приезжаю, точнее я приезжал в тот сервис на улицу Комсомольская и Советская. Место там такое есть. Вот. И естественно тоже ремонтировал. Ремонтировал все. За исключением фордов. Вот. Потому что форды они супер. Хотя и Линкольн, таунгкар я тоже там переклеивал лобовое стекло. Было такое. Понимаете? Еду-еду почему-то, а вот там где-то капает. Естественно, теперь все уже сделано. То есть, ну, это было круто. Круто. А еще и ценники-то были в халяву. Ох. А что касаемо халявы. Вы сюда придите, посмотрите. Возможно так, что ваше лобовое стекло треснутое. Вот. Оно здесь меняется и по дешевке. То есть вам надо понять, где сейчас это супер-мега-место. А супер-мега-место располагается вот прямо здесь вот. Между улицей Химчистка, в смысле остановкой Химчистка и поворотом на Верхний Уральск. Дальше уж проехать-то не получится. А хотите-то узнать, как это делается? Ну, чтоб понятно было. Когда-то здесь кто-то ставил сервис. Но было-то неплохо, хотя понять-то надо. В среде сервисов разных крутить-то ваш надо. А ним мозгов нету и денег похоже. И вот вмиг Альберт Павлов вам решил продемонстрировать, как надо работать. Причем работать так, как никто не может. И вот вам принцип. Крупнейший на Урале центр по замене стекла. Причем, по-моему, не только на Урале. Четыре бокса, да и каких. Три подмашины мелкие и один для крупника. Теперь про цены. Вы что подумали, что цены в раз и выше? Да ну не смешите юного. У Альберта и свой дом, и дома для детей. И никто не хочет на вас заработать. И смысл вам показать. И сделать это круче, чем где-либо. Вы, конечно, хотите, чтобы вам грязнорук ставил стекло. Ну, типа поставит. И типа потечет. Вот только за цену грязнорука вам в нормальных условиях поставят стекло с пожизненной гарантией. То есть, пока вы это стекло не разобьете, не течи, ничего не будет. Конечно, я вам сейчас показываю то, что ни один грязнорук сделать не сможет. Ну, не сможет он порезать триплекс. Не сможет он выточить зеркало. Ну, не для него это. И не сможет он и на грузовик вставить стекло. А здесь, в правильных условиях, в тепле все это делается. В тепле. И грузовик, и самосвал, и любой автобус здесь заезжает в тепло. А вы подумайте, в каких условиях-то ставится. И битые ваши стекла меняются. И вы спокойно проезжаете и делаете то. Теперь про то, что есть. На все распространенные машины все, стекло в наличии. Да здесь оно и есть. Кстати, стекло не только лобовое, но и вообще все. Но я, конечно, не понимаю вас, бросающих машины. И особенно в новых районах. Хотя, также я не понимаю тех, кто бросает тачки в Ленинском. Хотя, понимаю, 60 рублей каждый день. А если машин-то несколько, то как-то странно в этом городе получается. Хотя, еще раз объясняю. В принципе, вы можете купить гаражи. Их-то очень много. То есть, машину одну поставить, а за другими надо смотаться. Но это же опять ваша проблема. А теперь-то и вы должны понять. Фуллюганы залезли, беситься не надо. Надо приехать в автостекло у Альберта и поменять то, куда залезли. Теперь самое вкусное. Понятно, что я уже смеюсь над дилерами. Но уж если вы воткнулись в дивная каска, то хоть часть денег и вымутить-то можно. Цены дилерские там, стекло здесь. Чем это неправильно? Теперь куда ехать-то? Ну, собственно, вы должны уже понять, что места-то другого и нету. Северный переход тут понятно. На комбик налево, с комбика направо. Блин, ну не пыркаться-то мне с 3D, а? Вот сколько вам можно объяснять? Автосервис у Альберта. Все, что нужно, здесь есть. Стекло в огромном ассортименте. Зеркала режут. Триплекс ставят. Все делается для вас. Для вашего места здесь 3 бокса спереди. Еще для грузовиков сзади. Не только грузовики сюда могут заехать. Сюда могут заехать и автобусы. Все делается. Я вот так и не понимаю. Вы понимаете, было то время, когда на один из телевизионных каналов города Магнитогорска было 7 автомобильных передач. Теперь их нет. Теперь одна она осталась. Я, в принципе, то же самое и говорил. Что когда-то придет какой-то человек, который захочет заработать деньги, типа, как Леша Челейкин. Но Леша Челейкин эти деньги очень серьезно зарабатывает. И, как правило, благодаря, естественно, моей супруге. Потому что кто еще камеру-то держит? И только потому, что мы делаем все это, и это делается одним человеком, ну, какой-то там небольшой уровень доходов-то и есть. И, тем не менее, я всю жизнь говорю, что у нас в городе есть места для вас. И они делаются. А вам только надо понять, куда в такие места приехать. И вот этот новый, совершенно новый сервис автостеклового Альберта, который располагается по улице Московская. Она не Московская, она Северный Переход. Между химчисткой и поворотом на Белорецк. Вот сюда приезжайте, все делайте, экономьте деньги. И поймите, что только благодаря экономии и качеству автосервис вот такой.